Еще вопрос заданный зрителями библейского портала Экзегет по поводу вообще в целом не только даже великого поста но в целом вот поднимаемых проблем темы великого поста разных ограничений почему так звучит вопрос в православии столько запретов в еде в удовольствиях жизнь часто и так кажется довольно серой и унылой вообще на самом деле если мы прочитаем евангелие никаких запретов евангелие нет вот там есть только один запрет запрет смерти то есть чтобы человек не умирал вот то есть он не выбирал бы смерть ни в каком виде вот и все грех это смерть чтобы человек не выбирал греха и не умирал бы вот на самом деле такая вот максима а в целом если вы посмотрите скажем какие запреты там надо любить всех даже врагов там не надо никого судить надо любого человека помочь надо исполнить волю просьбу или требования любого человека надо слушаться любую власть даже очень маленькую и уж конечно очень очень большую вот необходимо любить всех так как возлюбил христос ну да вот там еще как молиться как поститься вот но во всех этих случаях ограничивается не количество молитв а качество молитвы и качество поста все остальное только свидетельство о том как человек какую радость принес христос людям и что требуется от человека чтобы вот эту радость он себе сохранил как бы возбудить его возродить смотивировать его веровать вот а почему так да вот скучно или запретов запреты связанные с евангелием запреты они так же как и во времена иисуса христа связаны с традицией родившейся после евангелия после первых веков боже даже наверное правильнее сказать после первого тысячелетия христианство скудение благодати всегда предполагает развитие запретов чем меньше благодати тем больше запретов вот и тем они изощреннее эти запреты вы если вот человек который задает задает этот вопрос или он давно был у кого-то на душе то это только потому что вы не прочитали евангелие вы слышали о православии вы слышали христианстве вы может прочитали кень брошюрки о что-нибудь о том что такое христианство или как нужно поститься вот надо прочитать евангелие и тогда вы увидите что запретов собственно евангельских ну не делать зла другому вот буквально вся максима евангельская сходится к тому что не делай другому того что не хочешь делать чтобы делали тебе вот и все или как ты хочешь чтоб с тобой поступали люди так и ты поступай с ним многочисленные запреты они не имеет прямого отношения православию хотя они естественно связаны с аскетикой вот эскетика и есть сборнику запретов разных если вы хотите заниматься аскетикой у вас есть к этому побуждение то вы естественно попадаете в систему запретов ничего удивительного здесь нет потому что аскетика собственно говоря с греческого переводится упражнения в данном случае какие-то духовные специфические упражнения любой спортсмен занимая попадает систему запретов любой студент попадая систему запретов любой человек занимающийся чем-то профессионально попадает систему запретов если он хочет добиться результата ему нужно много работать мало есть и мало спать вот по простому говоря если он не хочет никакого результата получить, а просто хочет, ну, скажем, получить заработанные деньги за 8-часовой рабочий день, то никаких запретов, собственно говоря, не требуется. Надо только прийти вовремя на работу, вовремя с нее уйти, вот, и на работе что-нибудь делать. Вот примерно расклад такой. Если человек пришел в церковь, он призывается верить, любить и не делать никому никакого зла. По сути дела церковь говорит, что если ты будешь пребывать в вере, и любви до конца своих дней, ты спасешься. Бог тебя спасет. А если ты хочешь достигнуть некого результата, возникающего общения с Богом, тогда тебе придется воздерживаться. Это уже не евангельская традиция, это вот как бы особое правило аскетики. Вот иди, если хочешь, ты можешь что-то там сделать, от чего-то отказаться, к чему-то себя принудить и в результате, если ты делаешь это со смирением и с верой, то ты получишь какой-то и искомый результат. Но мне больше всего в этом вопросе смутили слова о том, что жизнь и так часто кажется серой и унылой. Вот. Ну да, жизнь должна казаться серой и унылой. И, приходя в церковь, мы от этой серости и унылости избавляемся. Мы приходим ко Христу, и вся наша жизнь становится цветной, она перестает быть серой, она перестает быть унылой, она наполняется общением с Богом, она наполняется красками жизни. Человек, естественно, покойник в доме, это серо и уныло. Мы были мертвыми, мы были и жили в серости и унылости, и Бог нас оживил, мы уверовали во Христа, и теперь живем. И одной из знаков, одной из тем нашей христианской жизни является радость. Вот, конечно, мы еще не настолько расцвечены жизнью, чтобы радоваться всегда, как говорит апостол Павел, всегда радуйтесь. Но все же таки мы достаточно живы, чтобы действительно видеть эту радость жизни с Богом. Почему же все-таки уныло? Почему уныло для человека, пришедшего в церковь? Так очевидно. Человек приходит в церковь, но не приходит ко Христу. Он увидел храм, он зашел. Вот он спросил у бабушки, или у дедушки, или у женщины, или у мужчины, у кого-то спросил, спросил бы у ребенка, может, не так было бы. Спросил, что надо делать, чтобы мне здесь вот хорошо было, в церкви, в смысле, в храме. Ну, говорят, сколько свечей надо поставить, что надо соблюсти, от чего надо воздержаться. Вот наговорили кучу-кучу раньше разных требований, и вот он начинает ходить в этот храм. Вот. Особенно, если это где-нибудь храм не в Крыму, вот. Он не утопает в зелени, он не залит солнцем, вот. То, на самом деле, конечно, очень редко бывает он радостным, разве что на Пасху или на Рождество, во второе время, ну, просто храм и храм. Вот. Мы все-таки живем не в солнечных странах, вот. И вокруг нас действительно очень мало красок. Вот. Человек больше ничего не видит. Он, конечно, храм красивее, чем любое другое здание в городе, но вот как-то радости не прибавляется от этого человека. Но это просто потому, что он пришел в храм. А жизнь-то появляется тогда, когда человек пришел ко Христу. И когда он пришел ко Христу, у него меняется жизнь. И он видит смысл, он видит радость, он видит жизнь, он живет перед лицом Бога, который его любит. И какая же тут серость? Человек, осознающий какое-то долговременное свое пребывание в храме и не знающий радости общения с Богом, он должен упрекнуть не церковь, не Христа, а себя. Я зачем сюда пришел? Просто для того, чтобы исполнять какие-то обряды, так это нудно. Это и будет нудно, и серо, и уныло. У тебя и так были какие-то обязанности, это нагрузил себя еще больше. Раньше ты хоть воскресенье катался с горки там на лыжах, или там ходил в лес за грибами, это давало радость. А теперь ты воскресенье проводишь в храме, какая что? Ты лишил себя тех радостей, которые у тебя и так немного были, а никакой подлинной радости не приобрел. Но ты же пришел в церковь не для того, чтобы исполнять обряды, а для того, чтобы встретиться со своим Богом. Вот же для чего мы приходим в церковь. Вот почему мы становимся крестьянами, чтобы встретиться с Богом, чтобы наполнить свое скучное, серое, мертвое бытие жизнью, чтобы проснуться, чтобы ожить, чтобы кошмар нашего безбожного смертного бытия кончился, и чтобы мы ожили. И вот это для нас должно быть целью, если мы не вкусили, как говорит Священное Писание, вкусите и видите, якоб благ Господь. Если мы вкусили, не вкусили и не увидели, что Бог благ, то надо вкусить и увидеть. Надо поставить себе вот эту задачу, что, почему я, находясь в храме, не вступил в церковь, почему, находясь в собрании верующих, я не причастен к благодати. Ведь благодать это радость и жизнь, это совершенно особое состояние и переживание человеческой природы. А по поводу вообще запретов могу такой отрывок из Священного Писания вам привести. Послание к Колосинам, 2 глава с 16 стиха. Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или субботу, или новомесячи, ибо это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрым и служением ангелов, вторгаясь в то, что не видел, безрассудно разбиваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо искрепляемо растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихи мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь в постановлении, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учениям человеческому. Это имеет только вид мудрости, в самовольном служении смиренно мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении насыщения плоти. Здесь ясно апостол Павел, который сам, разумеется, воздерживался от чего только можно, много раз об этом он свидетельствует, говорит об общем правиле для всех просто христиан. Говорит о том, что не прикасайся, не вкушай и не дотрагивайся, все это соткано по, как он цитирует, по заповедям и учению человеческом. Это учение человеческое. И это имеет только вид мудрости, только вид, неком пренебрежении о плоти, а не есть подлинная мудрость. Еще раз повторю эту мысль, что если мы хотим просто быть христианами, для нас важно только одно, не грешить, верить во Христа и любить людей. Больше ничего не требуется. Если мы хотим каких-то особых плодов, особых состояний, если хотите, как-то полноты богообщения, тогда действительно есть некоторая аскетика, тогда вот эти, как бы сказать, опыт человеческий и накопленный как это делать, он может пригодиться. Но принуждать к нему просто так никто никогда не будет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.